Алтайские священники смогут посещать пациентов в ковидных стационарах. Вопросы взаимодействия обсудили на онлайн-совещании с участием руководства Минздрава России и Русской Православной Церкви. Возможное строительство новой высотки в центре Барнаула вызвало множество споров с жителями соседних домов. Чем они недовольны, расскажем далее. Шестой тур высшей лиги страны по мини-футболу прошел в Барнауле. Местный Алтполитех на своем паркете принял Сиптранзит из Новокузнецка и Новосибирский Триумф. О результатах в выпуске. Алтайские священники смогут посещать пациентов в стационарах. Вопросы взаимодействия обсудили на онлайн-совещании с участием руководства Минздрава России и Русской Православной Церкви. Священнослужителям необходимо будет соблюдать все методические рекомендации, а также выстраивать график посещений согласно регламенту. Сейчас планируется разработать порядок, при котором пациент сможет попросить сотрудника больницы вызвать священника. Ответственный за это специалист от медучреждения будет приглашать представителя церкви, встречать его и сопровождать. В епархии также будут назначены ответственные за посещение пациентов. Новая высотка может появиться в центре Барнаула. На территории бывших русских бань на улице Союза Республик начались подготовительные работы к строительству. Но жильцы соседних домов против появления очередной свечки рядом с ними. Подробности в сюжете Алины Пенигиной. Вот вам и с легким паром. Вместо дыма из печных труб – пыль от ковша эскаватора. Знаменитые русские бани на Союза Республик в Барнауле снесли. Демонтаж начался до Нового года, больше четырех недель назад. Владелец комплекса разорился еще в 2018 году. Но баня продолжала работать. В начале прошлого года землю, на которой стоял комплекс и другие постройки, купили барнаульские инвесторы за 38 миллионов рублей. Теперь на этом участке планируют построить очередную многоэтажку. Основной вид разрешенного использования для объектов – общественное назначение. Сейчас эту землю переводят как объект для строительства многоэтажного дома. Жильцы соседних многоквартирных домов уверены – появление высотки затруднит движение автомобилей на Союза Республик в сторону Комсомольского проспекта. На этом участке и сейчас бывают пробки, а само строительство приносит много дискомфорта. Шум техники слышен и в нерабочие дни. Но больше всего люди беспокоятся, что от строительных работ разрушатся их дома. Зданию Союза Республик 13 больше полувека, и оно уже имеет трещины на стенах. Когда у нас пробили на Комсомольском асфальту, нас запретили, потому что из-за нашего дома у нас дом ходил ходуном. У нас дом, считай, это, как посчитали, аварийным, вот. Но все-таки вот это шум очень влияет. Прям вообще стены трясутся. И у меня даже внутрь квартиры трещины от того, что он ломался вот лет 5-10 назад. Сказали, что 12-ти должны построить дом. Я даже не представляю, что у нас так близко все-таки сравнительно. На наш взгляд, прежде всего, это проблема с инсталляцией. То есть, если дом будет построен параллельно улицам Союза Республик, то нам закроет просто все солнышко, потому что это южная сторона. Для того, чтобы принять участие в общественных слушаниях, и у нас буквально оставалось там два дня тоже, чтобы эти подписи собрать и заявления подать. К слову, люди не против появления новостройки, но высотой до девяти этажей и на безопасном расстоянии от их домов. 50 человек подписались под обращением в Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. В администрации города сказали, что работы ведутся согласно законодательству. Пообещали учесть близость к старым домам и исключить вибрации от строительных работ. Однако на месте русских бань с большей вероятностью появится высотка. Опять же, по словам городадминистрации, предполагается размещение одного дома с небольшим количеством квартир и парковочных мест. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. Народный артист России, сценарист и кинорежиссер Виктор Мерешко ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом стало известно в воскресенье 30 января. По сценариям Виктора Мерешко снято около 70 картин. Самые известные из них «Родня», «Полеты во сне и наяву» и «Вас ожидает гражданка Неконорова». Виктор Мерешко неоднократно выступал президентом Шукшинского кинофестиваля и называл его главным фестивалем России. Об этом режиссер говорил и в интервью для телеканала «Катунь-24» в 2018 году. Давайте вспомним его пожелания жителям нашего региона. Друзья мои, жители Алтайского края, не сдавайтесь. Любите свою землю, гордитесь своим народом. Нравственность есть правда. Вот помните вот эти шукшинские золотые слова. В 468 школах региона появятся системы видеонаблюдения и беспроводной интернет. Напомню, первый этап строительства цифровой инфраструктуры завершили в декабре прошлого года. Наш регион реализует федеральный образовательный проект. В прошлом году 194 сельских и 3 городских школы запустили в эксплуатацию новые системы. Благодаря таким изменениям учащиеся получат доступ к информационным системам. Качественное образование смогут получать дети из Алтайского края вне зависимости от места жительства. Территорию Тегерекского заповедника увеличат почти в два раза до 83 тысяч гектаров. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Расширение территории предусмотрено национальным проектом «Экология». В новые границы Тегерекского заповедника войдут труднодоступные участки тайги в Курьинском и Черышском районах. У местных жителей сохранится возможность сбора трав, грибов и ягод в охранной зоне. Все участки земель, на которых пасут скот и косят сено, остаются за пределами заповедника. Поэтому ограничений хозяйственной деятельности не последует. Медицинский корпус номер 7 отремонтировали в Пещерском психоневрологическом интернате. Об этом сообщают в Краевом министерстве социальной защиты. Ремонтные работы начали летом прошлого года. На них направили 900 тысяч рублей. В корпусе находятся амбулаторные и стоматологические кабинеты. Строители полностью разобрали полы, уложили на них плитку, сняли облицовку стен, а также заменили пластиковые на креплат-панели. Кроме того, в корпусе поменяли систему водоснабжения, канализацию, электропроводку, отопление, обновили потолок и освещение. В селе Новиково Бийского района после капитального ремонта открыли Дом культуры. На его обновление направили 47 миллионов рублей. Большая часть средств поступила из регионального бюджета. В день открытия подарком для жителей села стал концерт ансамбля «Вечерки» Краевой филармонии. В ДК разместились не только творческие коллективы, но и библиотека, музей. Будет там собираться и местный союз ветеранов. Дом культуры был построен 35 лет назад и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Строители поменяли кровлю, фасад, инженерные коммуникации, полы, потолки. В зрительном зале установили новую механику сцены, световое и звуковое оборудование. Новые кресла заменили одежду сцены. Шестой тур Высшей Лиги страны по мини-футболу прошел в Барнауле. Местный Алтполитех на своем паркете принял СИП «Транзит» из Новокузнецка и Новосибирский «Триумф». О результатах расскажет Артем Тарасов. В конце октября прошлого года Краевая столица уже принимала тур мини-футбольного первенства страны. Тогда команда Алтполитех закончила домашние игры на 11-м месте. В активе было 4 очка. За три месяца барнаульцы доросли до 7 очков, но уступили в конкуренции другим коллективам. К очередным встречам на своем паркете алтайские мини-футболисты подошли уже аутсайдерами. Последними в рейтинге из 14 команд. Мы команда-дебютант. Это изначально было понятно, что нам будет тяжело. Каждое очко нам дается неимоверно сложно. Я думаю, для первого сезона 7 очков набрать это уже неплохо. Мы заняты. Будем работать. Только работа команды может повлиять на наше усиление и набор очков в дальнейшем. Зацепиться за очки можно было в матче с новосибирским «Триумфом». К 25-й минуте из 40 отведенных счет в игре был равный 3-3. Но в течение двух минут гости забили два мяча и переломили ход поединка. В итоге «Триумф новосибирцев» 5-9. Но политехники выкладывались до финального свиска. Руки должны на протяжении всей игры у тебя не опускаться. Если ты хочешь играть, хочешь что-то показать. Тем более при своих болельщиках, при наших трибунах стараешься, как бы выкладываешься по максимуму. Выкладываться на максимум удавалось и в начале встречи с лидером турнира новокузнецким СИП «Транзитом». Напряженный первый тайм закончился ничейным результатом 1-1. А потом хозяева потеряли концентрацию и пропустили 4 безответных мяча. 1-5 «Алтполитех» закончил домашний тур без набранных очков, но настроен отыграться в следующих матчах высшей лиги. Кстати, увидеть мини-футбольные матчи в Краевой столице теперь получится только в следующем сезоне. Артем Тарасов, Денис Кузьменко. Новости. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Предлагайте свои темы, и, возможно, они станут основой для сюжетов наших журналистов. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok